приветствую любительницы и любители дискорда у которых возникли видимо проблемы раз вы смотрите это видео с вами вновь эфемер абстрактный и сегодня я вам буду рассказывать собственно о дискорде начнем мы самых азов вот вы вбили строку поиска слова дискорд и собственно нашли вот этот сайт то есть мы ставим с официального сайта не нужно использовать какие-то вы к там я не знаю или какие-то пиратские сайты все это бесплатно и просто идем на вот этот вот дискорд об точка ком здесь вы можете войти через twitter facebook instagram то есть ну вот я допустим не залогинен сейчас но в принципе если вы залогинены то можете просто ткнуть и вам не нужно будет здесь вот делать вход то есть вот допустим я сейчас нажму вот то есть здесь вход и вот здесь кнопочка зарегистрироваться можете зарегистрироваться как в любой другой программе то есть вот регистрация вы здесь вводите почту свое желательное имя ну наверное имя можно будет потом поменять но все равно что-то где-то будет вам неудобно в общем смотрите внимательно и конечно пароль пароль ну ставьте достойный пароль так возвращаемся на главную страницу вы можете войти в дискорд сразу через сайт но я советую все-таки вам скачать приложение для windows они открывать его в окошечке то есть ну там как бы в браузере конечно тоже можно но это совсем другое дело также дискорд есть для телефонов принципе вы можете его поставить и на смартфон свой и пользоваться там это иногда бывает удобно не то что сказать для звукового общения но для переписки пойдет я думаю и так давайте перейдем я не буду рассказать как устанавливать я думаю все уже знают как программы windows устанавливать поэтому я об этом не буду говорить мы перейдем сейчас в саму программу и так вот вы попали в программу в моем случае вы попадете если перешли с сайта сразу в комнату правил текстовый канал в других комнатах других серверах дискорда я не знаю что будет куда-то вы должны попасть любом случае вам понадобится ссылка по которой вы перейдете и соответственно куда-то попадете принцип дискорда объясняю есть текстовые каналы есть голосовые каналы между текстовыми каналами можно переключаться вот таким вот образом мышью соответственно здесь будут разные абсолютно какие-то чаты в которых некоторых из них администратор сервера данном случае я либо разрешил писать либо запретил то есть например у меня правило links и они запрещены для писания только можно прочесть также есть еще эфир райтс то есть тут я пишу сам лично и больше никто не пишет это удобно в том плане что смотрите как вот допустим у нас есть music bots здесь вот есть кошечки всякая фигня люди развлекаются орел решка но это боты это отдельная история это я расскажу позже не суть суть в том что в дискорде есть колокольчик так же как на ю тубе но вы можете его нажать или отжать вот здесь на music box лучше всего отжать то есть наоборот нажать чтобы вас был зачеркнутый колокольчик и вы не получали от отсюда никаких уведомлений потому что здесь происходит общение с ботами вам как бы общение с ботами ну в повседневной жизни наверное не нужно вы хотите общаться с людьми в принципе в дискорде вы можете везде поставить вот отключение оповещения если вам не интересно каким-то причинам касательно моей моего сервера эфемер и компания я бы хотел чтобы хотя бы были подписаны на мои конкретно писания то есть там где я пишу это что я выкладываю здесь часто в соцсетях мне не хватает времени соответственно я выкладываю только здесь то есть вы увидите немножко больше новостей эфемерии чем любит в любых других местах включая даже сайт вот это касательно текстовых каналов я надеюсь вы примерно поняли что здесь то есть справа мы видим список участников список ботов кто в сети кто не в сети и еще сверху нас есть закрепленные сообщения вот они немножко отдельно вы можете вот сюда вот кликнуть и у вас появятся закрепленные сообщения в данном случае я закрепляю сообщения только свои которые не потеряли актуальности по сей день и могут кому-то пригодится вот по такому принципу у меня происходит это как у кого происходит я не знаю это зависит от сервера на который вы пришли какому-то своему другу или может быть не знаю как подписчик кому-то еще пришли что еще так список участников вот эта кнопочка может отключать его то есть не обязательно вам как бы смотреть особенно на маленьком экране я думаю это может кнопочка актуальной быть дальше голосовые каналы у нас идет разделение то есть бубнилка 14 плюс для тех кто чуть постарше и бубнилка до 14 лет на серверах как угодно могут называться эти голосовые каналы вся суть сводится к тому что вы тыкаете сюда и заходите то есть вот у меня зеленый кружочек появляется это значит что у вас должно быть слышно что вы можете в дискорде вы можете выключить микрофон то есть вас сейчас меня например не будет в этой комнате слышно несмотря на то что здесь вы можете позвать сюда друзей они сюда придут и как только они все зайдут в именно вот в этот канал голосовой вы их будете слышать при условии что не нажмете вот эту кнопочку то есть кнопочка наушников выключает наушники и вы никого не слышите теоретически вы можете находиться в голосовом канале и не говорите не слышит правда не знаю зачем есть смысл отключать микрофон если у вас включен какой-то бот который проигрывает вам музыку в этом да есть смысл здесь что еще настройки пользователя конкретно если можно так сказать кто может вас приглашать всякие так но это не то это не смотрите это чуть позже опять же вы можете интегрировать к своему профилю twitter twitch youtube skype можете интегрировать можете battle нет интегрировать сможете steam свой аккаунт интегрировать в общем возможности у дискорда очень много skype даже рядом вообще никак не лежал есть еще дискорд нитро но это платные функции дополнительно еще более как все вообще круто всякие анимированные аватарки так ну вот начинается собственно блямканье в дискорде которые иногда хочется отключить в общем суть надеюсь понятно голос здесь если у вас что-то не работает то нужно выбрать свой микрофон с дефаулт то есть по умолчанию может дефаул стоит здесь устройство вывода соответственно тоже если у вас дефаулт и не работает и вы никого не слышите то наверное нужно что-то выбрать здесь вы можете установить активацию по голосу либо активацию по кнопочке как там не знаю в тимспике рейд калий и прочих 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 чувствительность микрофона также устанавливается эхо подавление подавление шума автоматическая регулировка усиление все это либо отжимаете либо наоборот зажимаете но лучше конечно зажать чтобы вас лучше слышно было и качественнее насчет вот здесь включить приоритет качество услуг высоких пакетов не всегда эта функция хорошо работает и если какие-то непонятные задержки друзья жалуются и вы слышите что вас не сразу реагирует интернет или еще что то вы можете либо включить либо отключить данную функцию приглушение приложения здесь тоже есть как skype ну как видите я его в ноль убрал потому что мне не нужно ничего приглушать лучше я где-то как-то по-другому отрегулирую так ну соответственно когда я говорю когда другие говорят все это надеюсь понятно и насчет старых звуковых подсистем тоже есть галочка если опять же не работает можно и с ней поиграться в общем настроек дофигенюшки есть также оверлей то есть если вы допустим в игре чтобы у вас сообщение поверх игры выползали ну это такое себе развлечение я вот например себе выключил плюс ко всему может иногда нагружать видеокарту если у вас не очень мощный компьютер лучше его выключать уведомления можно включить уведомление на рабочий стол можно выключить его здесь также можно вот всякие звуки настраивать я в общем не буду все абсолютно рассказать это очень долгое время не займет я думаю если вы захотите вы можете полностью изучить здесь все по русски местами там где не по русски я еще немножечко расскажу здесь игровая активность игры можно отключить или включить галочку отображать текущую игру в качестве вашего статуса то есть я отключил чтобы ко мне лишний раз не трогали меня не спрашивая пойдем туда то и туда то потому что иногда я хочу просто один посидеть и поиграться текст и изображение то есть загрузка изображения через дискорд здесь вот больше 10 будет предпросмотр недоступен отображение ссылок и моджи и моджи кстати можно ставить отдельно об этом чуть позже во второй части видео так ну что еще внешний вид мы можете перейти на светлую сторону темы либо на темную можете уютный либо компактно использовать вот здесь вот можно текст настроить уровень масштабирования насколько будет крупный текст и всякое вот как сразу аппаратное ускорение иногда лучше выключать на что реально fps подсаживает по крайней мере у меня у меня вот были такие подсадки именно благодаря дискорду что игры медленнее начинали работать режим стример тоже такая штука не всегда полезная не знаю может быть не стоит ее выключить то что обычно выключаю да и в общем то мало для кого она нужна так ну вроде бы по настройкам проскакали если что-то непонятно попробуйте меня спросить в комментариях под видео возможно я вам отвечу но если у вас действительно какие-то проблемы лучше написать разработчикам и меня лишний раз не трогать так дальше что у нас еще есть кроме вот этих очевидных голосовых каналов есть еще вот кстати немногие знают немногие знают есть еще личные сообщения то есть допустим я на хочу от стрелиться и написать я могу написать вот сюда привет я не буду нажимать ентер вы суть надеюсь уловили вы попадете в отдельная кошечка и там будет ваша переписка с данным другом это пол дела вы можете то есть лично переписываться не обязательно переписываться на вот этих всех каналах текстовых вы можете именно переписываться в личке 2 ипо стать того что вы можете переписываться в личке тыкаем вот сюда личные сообщения то есть это именно серверы дискорда это личные сообщения здесь у нас как вы видите переписка так но я хочу найти стрелиться допустим можете поиском воспользоваться также нашел личных сообщений нет но и отлично и я могу позвонить ей так нет я просто так не могу звонить мне нужно еще отправить запрос дружбы как только она сейчас примет мой запрос дружбы я смогу и позвонить лично то есть вы можете дискорд используя как skype и так я добавил друзья стрелиться у нас несколько дублей было неудачных поэтому не обращайте вот на это все внимание суть когда вы добавляете друга здесь должна примерно появится зеленая галочка или красный крестик смотря что нажмете то и будет соответственно зеленая галочка это вы одобряете приглашение друзья красный крестик наоборот звоним привет тебе стрелиться и привет эфемер вот таким образом вы можете дозвониться до друга который вас принял и опознал либо до каких-то людей которыми именно хотите общаться в личке не используя голосовые каналы любого сервера дискорда также на этом еще дискорд не заканчивается нажимаем вот сюда допустим возьмем у тачку и мы звоним третьему другу не важно что он не в сети это абсолютно не важно конечно желательно звонить друзьям которые в сети но мне для примера пойдет то есть сюда можно напихать приличный участников в речку то есть не используя еще раз подчеркиваю никакие серверы дискорда вы можете через личку звонить нужным вам людям абсолютно также как в том же skype ну что ж на этом я завершил звонок дабы не мучить вас этим звуком дозвонивание что ж первая часть по именно использованию дискорда подходит концу и я перехожу ко второй части в которой поясню некоторые моменты для тех кто хочет создать собственный сервер дискорда и так переходим к настройкам администрирования именно у нас здесь можно приглашать людей то есть это первая настройка вы получаете вот такую вот ссылочку которую можете дать любому человеку через любой чатик по умолчанию ссылка действует один день но вы можете вот здесь вот в параметрах выбрать что она либо вообще безлимитная либо 30 минут либо час либо 6 часов либо 12 часов будет длиться после этого она будет аннулированной человек уже никуда не попадет по ней иногда бывает действительно полезно дальше настройки самого сервера сюда вы можете загрузить некую аватарку рекомендуемый разверт 512 на 512 имя сервера ввести регион предпочитаемый сервером канал афк что такое афк вообще у нас афк это когда человек отошел от компьютера я не помню дословно сокращение это у нас от английского пошло и собственно здесь выбираем тайм-аут комнату вы можете абсолютно как угодно текстовую назвать куда будет собственно посылаться человек ему будет отключаться автоматический микрофон и он там будет болтаться на как бы не стал мудрствовать и просто назвал ее действительно афк почему одна минута потому что бывает ситуация когда вы играете вроде бы с человеком в игру и вам нужна его помощь а тут неожиданно куда-то пропадает и вы не знаете то ли он сейчас вот появится либо нет и в таком случае вот это вот одна минута может вам неплохо помочь то есть вы видите что его переместила в голосовой канал афк и все как бы то есть все понятно ушел человек от компьютера для новых подписчиков сервера вот это вот настройка будут ли показываться сообщения то есть можно выбрать какую-то определенную комнату у вас на сервере и из нее у вас первое что увидит собственно но в прибывшие но я себя ничего не стал такого выбирать там немножко по-другому задано и в общем-то все кто вновь прибывшие должны правило читать то есть они попадают по молчанию в текстовую комнату рулес у меня настройки уведомлений здесь идет будет ли человек пришлось пришедший к вам получать все сообщения или будут получать ли он только при обращении через собачку то есть смотрите как я могу кати просто вот написать что-то а могу написать через упомянуть то есть если я упомяну то точно уже придет ну эта настройка такая себе если честно не могу предвидеть куда вы можете использовать но в принципе можете от галочку здесь поставить сдали дальше модерация то есть насколько будет легко к вам попасть на сервер у меня вот средний уровень стоит то есть человек должен быть зарегистрирован дискорд хотя бы более пяти минут вы понимаете чтобы уж совсем вас какие-нибудь откровенные боту не закидали тапками вот дальше и наверное не стоит выше ставить если у вас конечно не знаю прям не какая-то паранойя или что-то вроде этого ниже тоже наверно не стоит ставить то что здесь просто подтвержденная почетов аккаунте дискорд ну а почта мы как знаем можно наделать сколько хочешь а без ограничения это уж вообще открытые ворота и я боюсь что у вас там будет уже не сервер дискорда сервер спама вот здесь фильтр откровенного контента да пожалуй я сделаю вот так чтобы все было блестяще чисто то есть в общем то дискорд дружелюбина и вот здесь особо никаких знаний не нужно чтобы заводить собственный сервер единственное опыт опыт и еще раз опыт аудит лог здесь вы можете видеть какие были кем произведены такие глобальные изменения на сервере то есть вот например человек создал invite пригласил посылочки вот я создал он бывает вот еще кто-то создал он бывает мы в таком духе вот я удалил сообщение вот здесь вы можете это все видеть можете профи по фильтрам отфильтровать что что было как кто это делал то есть для всех юзеры для всех участников для какого-то конкретного участника ну в общем вот таком духе дальше роли у меня видите роли очень много они строятся по принципу начиная от фаната и дальше фантазии у нас и у меня и другие люди кликер там придумала кто-то еще приду в общем пока мы создаем роли но об этом чуть позже в общем суть такая что вы можете создать новую роль дать какие-то настройки и то здесь я не буду на каждой отдельно останавливаться вы можете сами прочесть это все думаю без проблем и собственно решить для себя нужны ли эти настройки или не нужны дальше интеграция вот что касается интеграции то тут почему-то я не знаю для сервера набор стримера но это уже отдельная история мне посылает браузер ну если вам нужна прям интеграция то можно интегрировать здесь различные серверы со своим сервером различными сервисами но я себе не стал ничего интегрировать в принципе можете ткнуть и в общем то тоже сами думаю разберетесь то есть еще раз пояснение наверно то есть то что я в первой части видео дело я делал для абсолютно ну я надеюсь что для абсолютно нулевого пользователя будет понятно как пользоваться дискорда то что касательно администрирования то я рассказываю уже для людей которые действительно что-то как-то понимают в компьютерных программках эмоджи здесь можно загружать собственные эмоджи собственно мне тут немножко помогли и у меня есть некоторые уникальные эмоджи то есть по сути загрузить эмоджи это рисунки рисунки по моему пнг шины да это пнг и чтобы был прозрачный фон сюда загружаем им на пнг веб хуки никогда не пользовался но они могут кому-то понадобится даже не знает честно не хочу рассказывать это уже выше среднего пользователя я не стал разбираться и заморачиваться на это потому что мне хватает и того что есть здесь еще есть виджет и вот виджет я себе кстати встроил на сайт это вот именно по нему вы можете переходить ко мне и в общем то это действительно полезно можно кстати выключить если вам не нужно дальше участники ну здесь вроде бы все понятно здесь просто удобство поиска если кому-то вам нужно права выдать роли выдать или наоборот забанить нехорошего совсем человека так здесь у нас инвайт коды различные вот я что-то кого-то приглашал и он сейчас истекает ну ладно заблокированы участники даже у нас есть один кролик заблокированы но это мои личные предпочтения ну и конечно вы можете грохнуть свой сервер мало ли она доела мне все удалю я все ну и конечно я не могу обойти вниманием такую вещь очень полезно как боты бот добавляется очень просто на сервер ваш дискорда то есть вы пользуетесь поиском находите грубо говоря боты дискорда и добавляете бота вот здесь я никаких советов не буду давать к сеть касательно именно конкретики по ботам потому что есть одна простая причина я на своем опыте убедился стоп боты довольно криво пока работают дискорде то есть да вам нужен как минимум один бот который будет автоматически модерировать данном случае наверное лучше всего использовать дина бота но есть один такой момент нехороший эти боты эпизодически уходят офф то есть оффлайн бот не будет работать и на это никак нельзя повлиять единственное что можете еще одного бота призвать ботов я у себя назвал десептиконы по приколу и некоторых из них переименовал но в процессе переименовывания выяснил что после этого некоторые боты вообще отказываться работать либо часть функции отпадает в общем те которые работают и так остались переименованы те которые не хотят работать и так я их не стал больше трогать и оставил так как есть есть куча разных ботов но общий совет состоит в том что чем больше подписок у бота тем есть больше смысл его ставить то есть не нужно ставить бота с подпиской там я не знаю тысяча это не нужно делать этот бот скорее всего будет только делать что падать и нам такой бот не вам ним не мне наверно ни к чему вы можете теоретически сами написать бота там пишут на джесс на питоне и на чем только их не пишут но это уже абсолютно другая история в ли вряд ли вы бы смотрели наверно мой гайд вроде бы обо всем основном рассказал может быть что-то упустил но тем не менее я надеюсь что после моего гайда вы сможете без проблем пользоваться дискордом заходите ко мне делайте свой сервер если вам нравится мое вот это видео или вообще мое творчество то будет комментарий прикреплен к данному видео в котором будут все полезные ссылочки на соцсети в которых также можете подписаться на этот пресловутый мой дискорд и в общем-то буду рад любым пожертвованиям там тоже на них есть ссылочки на этом все я с вами прощаюсь и до новых встреч следующих видео и стримах всем пока много друзья а а Субтитры подогнал «Симон»